Добрый вечер, это новый выпуск дайджеста новостей Донбасса. Каждый день мы рассказываем о самых важных событиях в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии фронта. Чтобы не пропускать наши свежие видео, подписывайтесь на канал прямо сейчас. Сегодня удар российской армии уничтожил более десятка жилых домов в Бахмуте. Известно об одном погибшем и двух раненых. Местные жители разбирают завалы, это то, что осталось от их жилья, и собирают осколки снарядов. Соседки в кухне все хлопа выбивали, рядом тоже соседка, те вот старые, типа выбивали. Всего россияне обстреляли 13 населенных пунктов в Донецкой области. 8 ударов за ночь нанесли по Марьинской громаде. В Авдеевке под огонь попало медучреждение и центр города, а в Курахово местная ТЭС. Как сообщает глава области, на работу предприятия обстрел не повлиял. Всего полиция зафиксировала 20 вражеских ударов за сутки. Оккупанты били по Донеччине из авиации, обстреливали города ракетами, танками и артиллерией. Пострадали более 20 домов, железнодорожная подстанция, производственный цех и авто. Российские войска продолжают уничтожать Луганщину. От севера Донецка уже практически ничего не осталось, и он полностью перешел под контроль российских сил. Изначально оккупанты атаковали промзоны и уже в который раз обстреляли территорию завода «Азот» и «Стеклопластик». Под северодонецком россияне штурмуют поселки Метелкино, Сиротино и Воронова, чтобы вытеснить подразделения украинских военных. Ранее сегодня о переходе промзоны под контроль российских сил заявлял глава Чечни Рамзанкадыров. По его словам, в аэропорту якобы идет зачистка, а с территории «Азота» боевики выпустили 8 сотен мирных жителей. Информацию о покинувших убежищах завода подтвердил глава военной администрации Северодонецка. Сейчас все эти люди находятся в захваченном городе. Выехать возможно только в сторону оккупированных территорий. Частково они уже залишают территорию «Азота», выходят, с ними снимают пропагандистские ролики. Но, знаете, люди пережили майже три месяца жизни в укрытях, в подвалах, посредственно, эмоционально, психологично. Сейчас они потребуют помощи и медичной, и психологичной. Ранее украинская сторона заявляла об отходе армии из Северодонецка. Это вынужденный шаг ради сохранения жизни бойцов и подготовки к эффективному контрнаступлению, объяснили в Нацгвардии. По словам пресс-офицера Харитона Старского, ситуация в Северодонецке напоминает историю рубежного, который россияне стерли с лица земли. Если мы отойдем на более укрепленные позиции в том же Лисичанске, который имеет и более стратегическое значение с военной точки зрения, в дальнейшем мы сможем развить и более эффективное контрнаступление. Потому что россияне, которые будут удерживать Северодонецк, будут находиться в той же ситуации, в которой находились мы. Офицер рассказал, что передислокация украинской армии из Северодонецка проходила в течение нескольких дней. Информация о выводе войск была обнародована в соцсетях только 24 июня в целях безопасности. Тем не менее, в Минобороны раскритиковали огласку ситуации в Северодонецке. По их мнению, это сорвало ряд военных операций. Это наносит вред работе ВСУ. Это отнимает у них драгоценное время – сутки, двое, за которые они еще могли реализовать свои военные маневры и планы в условиях непубличности хода военной операции. К примеру, одновременно с выходом из или заходом в город реализуются параллельно несколько задач. И для их реализации важно это делать в условиях информационной тишины. Тем временем, боевики группировки ЛНР заявляют, что вошли во второй форпост Донбасса – Лисичанск. И якобы захватили несколько предприятий. По данным российских СМИ, под контролем оккупантов шахта и один из заводов города. Глава Луганской области Сергей Гайдай, в свою очередь, сообщил только о попытке боевиков заблокировать Лисичанск. Город был обстрелян из авиации. Множество жилых домов повреждены. Было найдено тело погибшего мужчины. Несмотря на такую тяжелую ситуацию, эвакуация из города продолжается. Как сообщают областные власти, вчера в Днепр вывезли 17 мирных жителей. Одна из семей выехала в составе колонны на личном авто. Оставшимся выдают гуманитарную помощь. Трем сотням жителей многоэтажек и частных домов в районе Пролетария военные раздали продукты. В захваченном Мариуполе горит свалка. Весь Приморский район накрыл смог. Потушить огонь оккупанты не могут. Нет необходимых мощностей. Как отмечают легитимные власти города, пожар возник на законсервированном полигоне по улице Флотской. Пожар приводит к выбросам в атмосферу множество химического яда, которые вдыхают тысячи жителей. Последствия могут быть катастрофическими. Люди могут быть отравлены опасными веществами. При этом оккупанты, уничтожив всю технику, не могут ни локализовать, ни ликвидировать пожар. Если этого не сделать вовремя, огонь попадет в тело полигона и потушить его будет почти невозможно. Это приведет к экологической катастрофе. В городе проблемы не только с питьевой водой, но и с продуктами. Местные жители публикуют фото людей в тысячных очередях за гуманитарной помощью. Гуманитарная ситуация критическая. Как утверждает советник мэра Петр Андрющенко, отчасти это связано с сокращением помощи, отчасти с возвращением в Мариуполь людей из приморских поселков. Этой ночью был нанесен удар по складу боевиков ЛНР на территории молокозавода в оккупированном Сватово. Как пишут в соцсетях, после прилета появилось зарево и взрывы, похожие на разрыв боекомплекта. Судя по опубликованным видео, пожар продолжался до утра. В ударе боевики ЛНР обвинили украинскую армию, заявляют о применении точки У. Украинская сторона пока случившееся не комментировала. Продолжаются взрывы и на оккупированной части Донецкой области. Ночью был обстрелян Петровский район Донецка. Пострадал многоэтажный жилой дом. Взрывная волна выбила стекла, снесла балконы. Также пострадали припаркованные во дворе машины. Последствия обстрела публикуют в социальных сетях местные жители. Есть информация, что 39-летняя женщина погибла от осколка, а вот ребенок, находящийся в соседней комнате, не пострадал. Как произошло? Полдвенадцатого ночи грохнулось. Вот и все, чем на коне. Жители оккупированной части Донбасса начали массово выезжать в РФ. За минувшие сутки границу России в Ростовской области пересекли более 21 тысячи человек. Об этом сообщает телеграм-канал «Типичный Донецк», ссылаясь на информацию оккупационных властей. В Кремле назначили нового командующего российскими силами на Донбассе. Им стал генерал Сергей Суровикин, сменив Александра Дворникова. По информации Министерства обороны Великобритании, карьера Суровикина сопровождалась обвинениями в коррупции и жестокости на протяжении более 30 лет. Россия сменила командира оккупантов в Украине уже во второй раз за четыре месяца с момента полномасштабного вторжения. Раньше Суровикин командовал группировкой войск РФ в Сирии. Продолжайте следить за новостями в нашем телеграм-канале «Дежурный по Донбассу». Там обновление информации 24 на 7. Здесь на Ютубе, как всегда, ждем ваши комментарии. Поделитесь своим мнением и расскажите о событиях в ваших городах. До завтра. Берегите себя.